Саламас Тармахурмед Тотандастар Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Сегодня в эфире мы обсудим две темы Это, собственно, арест Нурсултана Назарбаева и его ближайшего окружения И второй, собственно, как будет идти механизм и механизм перехода к власти кременному правительству и его представителям в регионах, на местах, в крупных городах и областных центрах И ранее мы по-крупному обсуждали все вопросы Как мне казалось, что все темы уже закрыты Мы говорили о временном правительстве Каким образом будет происходить смещение этой политической верхушки Но недавно я услышал вопрос и понял, что все-таки какая-то часть общества не до конца осознает что значит арест политической верхушки Мне задают вопрос А как же мы арестуем Нурсултана Назарбаева Если по конституции он имеет неприкосновенный статус Ну, собственно, как и президент страны А как мы его арестуем, если мы не имеем на себе погон Это же функция специальных служб, полиции, в конце концов Ну, и якобы должен быть ордер на его арест А как ордер выписать, если опять же он по закону вроде как бы имеет статус неприкосновенности Давайте мы так разберемся с этим Все эти функции и статусы различные Ельбасы, неприкосновенные, пожизненная власть Назарбаев получил Сам вписав в конституцию все эти нормы А вы знаете, что основой конституции является Что все граждане страны равны перед законом Если все граждане равны перед законом Каким образом один человек в стране получает все права, которые стоят выше конституции А именно, он имеет неприкосновенный статус Никто не имеет права арестовывать его денежные средства, активы Даже не имеет значения, виноват, не виноват Он просто вбил нормы конституции, что он стоит выше закона Законы страны построены таким образом во всем мире Что любой человек, включая президента или любое другое высшее должностное лицо Они все равны перед законом Как известно, источником власти является сам народ И не может никто быть выше самого народа Поэтому эта уже статья, которая вбита в нормы конституции Она в принципе противоречит самому принципу конституции Когда все должны быть равны перед законом Но мы все прекрасно знаем, что полиция и другие силовые структуры Не исполняют закон Как вы знаете, сейчас устраиваются различные гонения на активистов Нарушение всех норм законодательства Вы знаете, что по конституции По международным соглашениям Каждый из нас имеет право на свободу выражений Свободу митингов Свободу слова И масса всяких прав, которые мы имеем по конституции И по международным договорам, которые подписал Казахстан И как известно, международные договора по своему статусу Стоят выше, чем внутренние нормы закона Так устроено во всех странах мира Но на практике что мы имеем? Что все эти положения нагло попираются Нынешней политической верхушкой Они плевали на законы Конституция превращена в бумажку Поэтому в этих условиях Как мы можем ориентироваться на черновик бумажку На султан Назарбаева Опираться на нее И говорить, что вот в той бумажке Которую он сам же у себя написал Для себя Он оказывается неприкосновенный Эта конституция бумажка Мы ее должны отбросить в сторону И забыть о ней Новое правительство Совместно с парламентом страны Как только сменится режим Вынесет совершенно Новую конституцию На обсуждение нашего народа И старая конституция Будет полностью зачищена Как черновик Но султана Назарбаева Не имеющий никакой Ни юридической Ни какой-либо другой силы Соответственно мы Прекрасно должны после этого осознать Что это нелегитимный человек Контролирующий власть В стране 30 лет Также нелегитимным является Президент Токаев Который я называю регулярно мебелью Потому что от него Никогда ничего не забыли Зависит Вообще все органы власти В том числе и парламент Являются нелегитимными Что значит легитимными Это когда Источник власти Сам народ Делегировал эту власть Часть власти Своим представителям Ну А вы разве голосовали За этих депутатов? Вы все прекрасно знаете Что Центральная избирательная комиссия Находится в руках Нурсултана Назарбаева И там подписываются Какие-то фальшивые протоколы У нас фальшивый президент У нас депутаты Фактически назначаются Нурсултаном Назарбаевым Народ не выбирает их Поэтому никакого Делегирования полномочий Ни депутатам Ни премьер-министру Ни президенту Ни тем более Назарбаеву Со стороны народа не было И поэтому я считаю Что мы все Свободны От любых Обязатель И от тех Норм Которые себе Вписал Назарбаев Это власть Нелегитимная Никогда Никто Не может быть Первым лицом Руководить страной Более двух сроков Это всегда так было Это Общечеловеческая норма Во всех законах Практически любой страны Как глава государства Он все эти полномочия Себе присвоил Узурпировал власть А По всем нормам Которые существуют Как в нашей стране Так и в международном законодательстве Узурпирование власти Ее захват считается Тягчайшим преступлением Перед народом Казахстана И поэтому Мы все Это должны Исправить Как исправить Как только Будет происходить Смена режима Эта смена Будет Сопровождаться Арестами Высших чинов Нашей страны Это на первых порах Которые мы объявили Список Те люди Которые контролируют Власть От которых Зависит Как будут действовать Силовые структуры Страны Правительства Это именно Те самые четыре человека Должны быть Немедленно арестованы Это Нурсултан Назарбаев Космужемар Такаев Карим Масимов И первый Заместитель Председатель комитета Национальной безопасности Саматабиш Племянник Нурсултана Назарбаева Вот собственно Каким образом И почему Мы должны Арестовать В первую очередь Назарбаева Потому что Вся власть Находится в его руках Нелегитимно Незаконно Он узурпировал Захватил власть У народа И конечно же Для того чтобы Подвергнуть его аресту Нам Не нужно никаких разрешений Нам не нужно ориентироваться На нормы конституции Нам не нужно ориентироваться На судебные решения Потому что все эти суды Тоже неелегитимны Судебная система Не является независимой Там сидят люди Нурсултана Назарбаева Которые Назначались Его указом Они полностью От него зависимы Они не работают На народ Не являются Справедливыми Не исполняют Свою прямую Функцию По сути Вершит правосудие И у нас Нет никаких Моральных ограничений Подвергнут Аресту Нурсултана Назарбаева У меня спрашивают А как это сделать Все очень просто Заходит группа Граждан И объявляет От имени народа Мы вам заявляем Что вы арестованы Если он начинает Сопротивляться Не подчиняется Этому решению К нему нужно Применить силу Ну а какую силу Можно применить Против 80-летнего Старика Не очень большую Просто Надеть ему наручники Если нет наручники Просто его связать И посадить его В камеру Я хотел бы вам Напомнить События Которые происходили В Кыргызстане Когда Народ По сути Сверг Режим Бакиева Который сейчас Проживает в Минске Бежал В Белоруссию Тогда Накануне Всех этих событий Именно смен режима Лидеры Оппозиционных сил Руководители Различных Объединений Общественных партий И так далее Были Подвергнуты Аресту Посажены в тюрьму Кто-то Под домашний арест Кто-то попал Именно Посадили в СИЗО И на следующий день Толпы Протестантов Просто Зашли Захватили Захватили тюрьму И освободили Тех Кого посадил В тюрьму Самого президента И у нас То же самое В нашей стране Законы Давно работают Только на политическую верхушку Именно на Нурсултан Назарбаева Все богатства Основной страны Принадлежат Нурсултану Назарбаеву Который Монополизировал власть Соответственно Монополизировал Экономику страны И поэтому Группа просто Протестующих Лидеры Ячеек Они заходят в его кабинет И арестовывают Его Как это должно произойти И при каких обстоятельствах Я приведу пример На организации Митинга в Алматы 25 сентября 19 часов На этой неделе Поэтому Никому никаких Полномочий Особых не нужно Как только Десятки тысяч Протестующих Займут Так называемую Ахарду То Этот факт А именно арест Нурсултана Назарбаева Должен произойти Автоматически Мы должны Убрать из головы Всякие ограничения Не возвеличивать Как наши Имамы Все время говорят О неком правителе Против которого Нельзя идти Все это в сторону Это мусор Который Забивается Имамами Потому что Они получают Прямую команду Из Ахарды От Нурсултана Назарбаева Он никто Он нелегитимный человек Он украл Власть у народа Он обогатился Он не является Представителем Всевышнего На земле Это вор Это коррупционер И отношение к нему Должно быть такое Не как памятнику Как некому Великому человеку Нет Как вору Бандиту Мафиозному человеку Который ограбил страну Который давал приказы Расстреливать граждан Джана Узени Который убивал Лидеров оппозиции Это преступник Со всеми вытекающими Последствиями И так должны К нему относиться И выбросить из головы Почитание к нему Более того Все его памятники Будут снесены Все его активы Будут арестованы Конфискованы в пользу государства Мы все должны осознать Это государственный преступник В истории нашей страны Не было больше Такого преступника Мафиози Который захватил бы Целое государство Мафиози Обычно берут Какие-то сегменты экономики Занимаются вымогательством Какие-то сектора Контрабанды контролируют Ну какую-то небольшую часть Этот мафиозник Султан Назарбаев Захватил целое государство Поэтому и отношения к нему Все нормы закона Должны быть применяться Как коррупционеру Врагу нации Теперь я хочу Привести Пример Именно на Используя Скажем Организацию митинга В Алматы Я его хочу Адресовать Прямо Председатель комитета Национальной безопасности Карима Масимова Которую Как вы знаете Я лично Очень хорошо знаю Долгие годы Ну скажем так С начала 90 годов Уже Больше 20 лет Я хорошо знаю Его привычки Знаю его характер Знаю Насколько человек Трусливый Так же как Назарбаев Я могу сказать Когда кто-то Возвеличивает Назарбаева Вы не забывайте Что это Трусливый человек Потому что Храбрый человек Независимый Реально сильный Он никогда не боится Конкуренции Он не идет Он открыто идет На честные Свободные выборы Он решает Все стране так Чтобы Каждый человек Подчинялся Законам Страны В первую очередь Первый руководитель страны Он это Не делает Это трусливый человек Который боится выборов Боится своего народа Боится конкуренции Соответственно Он подбирает Под свою команду Трусливых людей Которые тайно Будут заказывать Убийц Киллеров Использовать Свою власть Чтобы подавить Любого человека Который имеет Независимую позицию Это трусы Трусы И печально будет Что мы Как мы себе говорим Что нации Батыров И так далее Боимся Боимся каких-то Трусов Боимся Потерять работу Кредиты Еще что-нибудь А во главе Нас Находятся люди Тотальные Трусы В начале 2002 года Я сам Лично Отвечал За организацию Митинга В Алматы Около Кинотерната Сарарка Впервые Буквально За три дня Впервые Истории нашей страны Мне удалось Собрать Где-то Восемь тысяч Человек На митинг Власть нам Дала Всего три дня И на Время митинга Было Предложено Чтобы мы Уложились В один час И тем более Вы понимаете Какой шок Должен был Испытать Назарбаев Когда действительно Эти восемь тысяч Человек Неожиданно Собрали за три дня Митинг был Очень эмоциональный И яростный И тогда Я Увидел И услышал Страх Нурсултана Назарбаева Который звонил Мне И умолял Остановись Он мне говорил Остановись Что ты делаешь Что ты делаешь Гражданская война Он был напуган Он видел этих людей Недовольных режимом Режим Нурсултана Назарбаева И в панике Был Ему кто-то сказал Что якобы Я Веду Десять тысяч Ополченцев В столицу И когда мы с ней встречались Он опять был напуган Говорил Ты что Ты десять тысяч человек Ведешь к столице Ты хочешь войны Вот представляете Масштаб Трусости этого человека Поэтому все должны осознать Это трус Который Просто Украл Власть Нашего народа И он подлежит Наказанию Он должен быть Арестован И мы должны Отбросить Все страхи Перед этим Трусливым Человеком Я сейчас На примере Алматы Хочу Продемонстрировать Как мы должны Действовать Соответственно Также мы должны Действовать в Астане И других городах Нашей страны Сейчас происходит Бурные события В Беларуси И мы будем Свидетелями Как будет падать Власть В результате Мирных протестов Граждан Беларуси Вы знаете Что Сегодня Практически Значительная часть Европейских стран Объявили о том Что они Не признают Легитимность Власти Лукашенко Они не признают Его президентом Они считают Что это Человек Бандит Который захватил Власть И что Реальным президентом Является Тихановская Это ведущие Европейские страны Безусловно Будут скоро Санкции И безусловно Такое решение Примут Все ведущие Страны мира То есть Это будет Изгой Президент Который Ненавидит Собственный народ Протестует Они будут Каждый раз Окружать Его дворец И в итоге Все равно Добьются успеха И мы сейчас Должны Учиться У беларусов И Более того Не повторять Те ошибки Которые делают Беларусы Итак Мы Организовываем Митинги Протесты По всей стране Наша Глобальная задача Ключевая Вывести В Астане Минимум 50 тысяч Человек В Алмате 50-100 тысяч Человек Во всех Областных Центрах Всего лишь По 20 тысяч Человек Ну в реальности Нам даже Хватит 10 тысяч Человек В этом случае Мы получаем Подавляющий Перевес Численный Над Теми Полицейские Которые Охраняют Этот режим Ну и потом Вы не забывайте Что мы Полиции Объявили Следующие Предложения Был Целый Социальный Пакет Это Заработные Платы Квартиры И так далее Которые Состояние Страна Поддерживает Такой Уровень Для Сил Полиции Несколько Дней Назад Мною Объявлено Что В случае Если Полицейские Открыто Публично Демонстративно На митингах Перейдут На сторону Народа После Смены Режима Каждый Из них Получит По 50 тысяч Долларов В качестве Вознаграждения Потому что Такой Переход Приведет К тому Что Власть Бескровно Без каких Либо Жертв Перейдет В сторону Народа То есть Власть Будет Полностью Мирным Путем Сменена Это Стоит Того Также Мы Недавно Объявляли Различным Силовикам Что Если Они Арестуют Именно Этих Четырех Фигурантов Назарбаева Такаева Карема Масимова И Сама Табиша То Для этого Нужно Организовать Группу Ну Минимум Несколько Сот Человек 200-300 Человек И тогда Каждый Получит По Миллиону А с Учетом Того Что Нужно Арестовать Четырех Они Получат По Четыре Миллиона И Четыре Квартиры В центре Городов Таких Как Алматы Или Астана По Выбору Что Хочет Получить Человек Я Хочу Единственно Еще Сделать Небольшое Уточнение Это Конечно Обращение Было Адресовано И Силовым Службам Но Я могу Так Сказать Что Эти Действия Может Организовать И Гражданское Общество Поэтому Если Так Сложится Ситуация Что Какая-то Группа Людей Объединится И Сумеется Добиться Этих Целей А именно Произвести Арест Но Султана Назарбаева Карима Масимова Касмажемар Такаева И Самата Абиша Не обязательно Это будут Представители Силовых Служб Они Тоже Будут Вознаграждены В результате Вот той Программы Которой Объявил Я Как Представитель Демократического Двк Итак Мы Все Должны Добиться Такой Численности В этих Городах И Когда В этих Городах Существуют Ячейки Они Сейчас У нас Активно Организовываются Именно Ячейки Управляет Этой Протестной Массой Руководители Ячейк И Перед Руководителями Ячейк Поставлена Следующая Задача Как Как только Мы Добиваемся Этой Численности Протестующий Просто Заполняет Собой Дворцы Аккорды Парламента Где Токаев Сидит Просто Заполняет Вы Прекрасно Должны Знать Что Во главе Нашей Страны Стоят Трусливые Люди Что Делают Трусливые Люди Когда Видят На улицах Десятки Тысяч Людей Притом Численность Их Многократно Превосходит Полицейских Что Чувствуют Трусливые Люди Когда Они Видят Что Полиция Демонстративно Переходит На сторону Народа Как Вы Думаете Правильно Трусливые Люди Пытаются Убежать Но Назарбаев Конечно Не будет Браться За автомат Он Настолько Трусливый Что Любая Любой Риск Для него Является Таким Страшным Он Конечно Попытается Убежать Но Я думаю Что Здесь Летчики Которые Будут Управлять Самолетами Назарбаева Если Они Откажутся То Назарбаев Может Успеть Не улететь Поэтому Мы Сейчас Будем Рассматривать Ситуацию Когда И как Будет Произведен Арест При Каких Обстоятельствах Давайте Мы Рассмотрим Ситуацию В Алматы Мы Сейчас Говорим О Месте Митинга Около Автозола Саехат И Начнем Экстраполировать Ситуацию Затем На Другие Регионы И так Около Автозола Саехат Собирается Значительное Количество Людей Консолидируется Объединяется Цель Ее В конеч Счете Прийти На площадь Сапаева Напротив Акимата Сапаева Фурманова Или Как сейчас Говорят Проспект Назарбаева Набрать Необходимую Массу Подняться Вверх И По сути Дела Занять Помещение Где Находится Аким Города Ну Понятно Что Аким Города В этот момент Будет Бежать И Представители Демократического Выбора Казахстана Именно В Акимате Объявят Что Власть В этом Городе Пала И Переходит Представителям Временного Правительства Демократического Выбора Казахстана Так же Будет И В Астане То есть Необходимым Условием Для того Чтобы Такие События Произошли Является Численность И Организованность Сейчас Белорусы В конце Концов Поняли Что Нужно Окружить Дворец Лукашенко Создать Критическую Массу Людей Они Это Уже Сделали И На их Пути Последние Препятствия Небольшая Группа Военных И Полицейских Которые Поставили Щиты Другие Ограждения И Таким Образом Защищают Лукашенко Как Вы Понимаете Что В итоге Наступит Сам Момент Когда Представители Полиции Просто Раздавленные Морально Уставшие Физически Многие Фамилии Сейчас Их Раскрываются Хакерами Белоруссии Которые Все Раскрывают Открывают Их Фамилии Они Безусловно Испытывают Давление Своих Родственников Что завтра С них Будет Спрос И Наступит Момент Когда Полиция Начнет Мигрировать В сторону Протестующих И Эти Так Называемые Ограждения Стены Рухнут И Лукашенко Если Он Не успеет Улететь На своем Вертолете До Аэропорта Имеет Шанс Улететь В Россию Но Я вам Хочу Напомнить Что Чаушеску Который Руководил Советской Румынии Он Успел На вертолете Улететь Своей Резиденции Потом Сел Какую-то Машину И Пытался Уехать Был Арестован И Яростная Толпа Фактически Его В итоге Расстреляла Вместе С женой Поэтому Я думаю Что белорусский Народ Расстреливать Лукашенко Не будет Более того Я думаю Что он будет Задержан И предан Открытому Суду И он Ответит За все Свои Преступления Которые Совершил Перед Белорусским Народом Убивал Членов Оппозицию Сказочно Обогодился Вы Не обманывайте Себя Не говорите Что вот Он Дороги Построил Дома Какие-то Заводы Якобы Работают Что он Такой Несчастный Бедный В одном Костюмчике Ходит Нет Современные Диктаторы Все Миллиардеры Все Коррупционеры Все Убийцы Абсолютно Все Не найдете Ни одного Потому Что Я имею Ввиду Диктаторы Контролирует Власть А это Возможно Только Тогда Когда Они Нарушают Законы Страны Убивают Лидеров Оппозиции И сажают Людей В тюрьмы И все Это Лукашенко Сделал И это Же Сделал Нурсултан Назарбаев Поэтому Каждый Из них Давно Уже Заслужил Тюрьму И так Мы Видим Какие Ошибки Совершает Белорусская Оппозиция А именно Они Имеют Большую Массу Но Неорганизованные У них Нет Ячеек У них Нет Единого Мощного Штаба Они Раздроблены У них Нет Единой Позиции Они Еще Не решаются На последние Действия У нас Все По-другому У нас Есть Ячейки У нас Сформулированы Все Задачи И Сегодня Последние Препятствия Психологические Я считаю Мы должны Для себя Устранить А именно Назарбаев Никто Он Преступник Глава Мафиозно Организованной Преступной Группировки И он Не является Ни президентом Легитимным Ни главой Государства Ни председателем Совета Безопасности Он является Ворогом Нации Это Последнее Препятствие В голове У наших Граждан Должно Быть Устранено Для того Чтобы мы Могли Активно Действовать Итак В качестве Модели Я сейчас Рассмотрю Алматы 25 сентября В 19 часов Протестующий Собирается Около Автовазала Саяхат В верхней части За Выше улицы Проспекта Реймбека Почему именно Это место Выбрали Потому что Это Развязка Который По сути дела Проспект Реймбека Делит Город На две части На нижнюю часть И верхнюю часть Города Я хочу Сейчас Изложить Те принципы Которые Должны Быть Применены Во всех Крупных Городах Городах Страны Вот Такой Вот Принцип Организации Митинга Он Должен Нас Привести К успеху И Создать Массу Трудностей Для того Чтобы Режим Не Могут Воспрепятствовать Нам В реализации Наших Планов Я Говорю О них Открыто Потому что То что Знают Трое Знают Не зная Телефонов Тем более Не зная Что Это За Люди Мы На Митинг Приглашаем Всех Мы Не знаем Кто Придет Пофамильно Но Мы Приглашаем Тысячи И Невозможно Тысячи Пригласить Тайно За Полчаса В Одно Место Как Мне Все Время Предлагает Вы Даже Той Организуйте Если У вас Будет Тысяч Приглашенных Вы Будете Два Часа Звонить Первым Пятидесяти Чтобы Они Просто Их Найти И Скажать Приходите В определенное Место А Мы Ориентируемся Что На Наши Митинги В итоге Должны Приходить Десятки Тысяч Поэтому Это Должно Быть Открытым И Публичным Каждый Участник Этого Протеста Должен Знать Во Сколько Часов Начинается Митинг По Каким Улицам Начинается Шествие Куда Происходит Движение Как Действует Случай Если Препятствует Полиция Это Должно Быть Открытым И Публичным Собственно Как Это Происходит Беларусь Сейчас Вы Можете Увидеть Как Нехто Телеграм Канал Все Это Публикует И Беларусы Знают Каждый Шаг И Знать Что Делать Также Должны Действовать Мы Потому Что Когда Нас Будет Огромная Масса Плюс Мы Будем Организованы Мы Задавим Любой Полицейский Корпус Просто Численностью Итак В 19 Часов Мы Собираемся Около Памятника Раимбека И Давайте Мы Будем Описывать Шаги Со стороны Комитета Национальной Безопасности Я Буду Говорить Именно Комитет Национальной Безопасности Потому Что Полицейские В их руках Являются Инструментами Они Просто Выполняет Команду Комитета Национальной Безопасности А именно Карима Масимова Поэтому Все мои Слова Сейчас Будут Адресованы Лично Кариму Масимову Итак 19 часов Собирается На Около Памятника Раимбека Протестующей Массой Исчисляемые Несколько Тысяч Человек Как Минимум Какая Цель Собрать Массу Затем Шествием По Проспекту Раимбека Подняться До Фурманова И по Фурманову Вверх Дойти До Жебек Жалы Дальше В сторону Арбата На Арбате Увеличить Нашу Массу Подняться Вверх По Панфилово До Старой Площади Вообще Старая Площадь Будет Те Самым Местом Где Мы Будем Собирать Действительно Те Самые Минимум 50 тысяч Человек Подниматься Вверх В сторону Акимата Затем Когда Эта численность 50 тысяч Будет Собрана Это 50 тысяч Масс Просто Зайдет В это Здание И Таким Образом Власть В городе Будет У народа Вот Конечная Цель Но Для того Чтобы Мы Это Могли Реализовать Нам Нужно Научиться Собирать Большую Массу Поэтому Мы Выбрали Автовазал Саяхат Это Вечернее Время Это Огромные Пробки Люди С этого Места Уезжают В сторону Толгара В сторону Красного Поля Поселок Алатау И так Дали Нижнюю Часть Города Поэтому Вы понимаете Что в 19 часов Вечера В этом В этом Месте Будет Огромное Скопление Народа Если Теперь Давайте Мы Поймем Если Что Будет Делать Полиция Руководимый Комитет Национальной Безопасности Задумайтесь Вы Хотите Исполнить Своё Конституционное Право А именно Свобода Митингов В соответствии С международными Договорами Вам Достаточно Уведомить Власти Но Это Сделали Мы Притом Мы Сделали Где-то За месяц Уведомили Что 25 Сентября 19 Часов ДВК ДВК Организует Митинги По всей Стране Так Что Мы Необходимые Требования Исполнили Но Власть Напугана Сейчас Идут Претензии К активистам Их Запугивают Пытаются Не дать Нашим Активистам Прийти На митинг То есть По сути Дела Комитет Национальной Безопасности Препятствует Вам Реализовать Своё Конституционное Право Право На митинг Они Являются Нарушителями Законов И Конституции Нашей Страны Поэтому Мы И По всем Своим С точки Зрения Иморали Право И всё Прочее Мы Правы И только Они Являются Нарушителями И так Собирается Большая Масса Что Будет Делать Полиция Полиция Будет Стараться Препятствовать Собраться Около Памятника Раимбека Хорошо Но Тогда Есть Большое Количество Рактуаров И Будет Большая Масса Несколько Тысяч Человек Чтобы С ней Справиться Что Нужно Сделать Полиции Ну Вы Знаете Чтобы Одного Человека Задержать Нужно Минимум Три Человека Три Четыре Человека То Если Там Будет Несколько Тысяч Человек То Нужно Десять Двенадцать Тысяч Полицейских Это Нереально По Все Алмате Если Полиция Сильно Постарается Больше Трех Тысяч Не Соберет А Зная Нашу Конечную Цель Пойти К Старой Площади Конечно Они будут Часть Сил Там Держать Часть Будут Ставить Доль Дорог Часть Будет Перекрывать Место Около Памятника Раенбека Поэтому В любом Случае Пример Талапкера Когда Проводился АС По Дулату Агадилу Там Группа Людей В количестве 800 Человек Двинулась В сторону Место Где был Похоронен Дулат Агадил И вы видели Что полиция Не смогла Ничего Сделать Они только Сбоку Бегали С камерами И снимали Участников Протеста А потом Пытались Оштрафовать Посадить На 10-15 Суток И так далее Все Что могла Сделать Власть И поэтому Когда Несколько Тысяч Человек Будут Собраны Около Автозала Саеха Тем более Вечернее Время Мы Прекрасно Понимаем Что У полиции Не будет Возможности Как-то Препятствовать Такой массе Да Давайте Мы Посмотрим Негативный Сценарий Когда Полиция Попытается Установить Автозаки Если Они Поставят Их На Проспект Рейнбека Где Автобусная Линия Тогда Автобусы Будут Заезжать На Линию Где Проезжают Леговые Автомобили И будут Создавать Фактически Искусственные Пробки А если По Проспекту Рейнбека Замедлится Движение А мы Сделали К автомобилистам Тоже Обращение И призвали Чтобы Автомобилисты По Проспекту Рейнбека Замедляли Движение Это делали В Беларуси И таким Образом Создавали Пробки Для чего Нам нужны Пробки Чтобы Эти Автозаки Куда Полиция Намеревается Разместить Задержанных Чтобы Автозаки Были Парализованы Что Они Не могли Никуда Двинуться Чтобы Везде Были Массовые Пробки И Никто Не мог Попасть В Автозак Вы Понимаете Это Наш Право Себя Защищать Легитимными Способами Поэтому Когда Автозаки Будут Размещены На Проспекте Рейнбека Вы Понимаете Там Будут Колоссальные Пробки И Верхняя Часть Нижняя Часть Города Будет Просто Разрезана Но Если Сверху Со Стороны Фурманова Аблайхана Других Улиц Машины Не То Вы Понимаете Тогда Пробки Будут По всему Городу Потому Что Улицы Параллельны Рейнбеку Верхней Часть Города Тоже Будут Обездвижены Значит Власть Попадает В такую Ситуацию Когда Проспект Рейнбека Который И так Вечернее Время Сильно Забит И В этом Случа Если Они По Проспекту Рейнбека Расставляют Автозаки То Город Весь Останавливается И На Улицы Выходит Еще Тысячи Людей Протестующих Которые Ко нам Присоединятся Я Открыто Рассказываю То Что Произойдет В Алматы Чтобы Министр Внутренних Дел Департамент Местной Полиции И Главную Очередь Первую Очередь Это Я Обращаюсь Лично К тебе Карим Чтоб Ты Понимал Какая Сейчас Ситуация Будет 25 Сентября В пятницу Это Рабочий День Когда Люди Покидают Свои Рабочие Места Будет Балматы Колоссальная Пробка Город Будет Остановлен Если Вы Будете Ставить Автозаки Если Вы Будете Препятствовать Нашим Гражданам Реализовать Свои Конституционные Право Выйти На Митинг Будет Такая Ситуация Я Хочу Сказать У Нас В стране Сейчас Несколько Миллионов Безработных Недовольство Огромное Я Сейчас Каждый День Разговариваю С разными Людьми С регионов Ситуация Одинаковая Ненависть К этому Режиму Достаточно Бросить Спичку И Все Это Взорвется Поэтому Ну Если Ты Карим Не Осознаешь Этого Я Тебя Обучаю Объясняю Рассказывая О ситуации В стране Конечно Ваши службы Изучают Настроение В обществе Вы все Прекрасно Знаете Что ситуация Для вас Плохая И сейчас Любое Применение Силы Воспредствованию Проведению Митингов В Алматы В Астане В других Регионах Страны Фактически Это может Привести Спровоцировать Неуправляемые Процессы Что называется Вы приблизите Свой конец Своими же руками Поэтому В этой ситуации Я считаю Для Комитета Национальной Безопасности Лучший способ Взять Камеры И пытаться Снять Людей Которые На их взгляд Выходят На митинги Без разрешения Власти Что на самом деле Не так Уважаемые друзья У нас в стране Присутствует Коронавирус И Давайте Мы это Используем Оденем маски Кто-то очки Кто-то кепку И таким образом Мы помешаем Этим полицейским Иденифицировать людей Которые были на митинге Более того 19 часов Люди собираются Автозала До 19.30 Затем Начинается Шествие Именно По проспекту Раймбека Вы можете Сами выбрать Для себя Направление Или вы двигаетесь По трассе Встречной Часть Вы двигаетесь По тротуару Масса Будет большая Затем По Проспекту Фурманова Ну Сейчас Называюсь Назарбаева Если вам Эта улица Сильно Не нравится Вы можете Патролить Назарбаева Патролить Эту улицу Повесить Таблички С тем Названием Которые На ваш взгляд Соответствуют Названию Этой улицы А не Назарбаева Подняться Вверх До Жебегжалы Затем Прийти На Арбат Там будет Еще масса Подняться До Старой Площади Вернуться Назад И завершить Митинг 22 часа Теперь Если Полиция Будет препятствовать Мы же говорим Что Эти глупцы Эти трусы Я могу Даже сказать Что К сожалению Они еще и тупицы Умные люди Так не поступают Будут препятствовать Проведению Шействия Митинга Что Должны Делать Мы В конеч Счете Мы планируем Когда Нас будет Много Собрать Массу На Старой Площади И прийти К площади Около Стелы Независимости Прийти Какимат Ну Таким Образом Раз Власть Будет Препятствовать Нашим Планам Именно Прийти На Арбат Провести Цивилизованный Митинг Музыкальный С барабанами Другими Музыкальными Инструментами Наши Митинги Будут Петь Песни Мы Превратим Этот Митинг В праздник Он Будет Праздником Для нас И трагеди Для этого Режима Потому Что Каждый Наш Такой Митинг Будет Приближать Конец Режима Нурсултана Назарбаева Поэтому Для нас Это праздник Для Нурсултана Назарбаева Это Страт И трагедия И так Допустим Они Перекрыли Фурманова Тогда Транспорт Полностью Встанет И Город Встанет Это Тысячи Людей К нам Присоединятся Это Плохой Сценарий Для Власти Если Они Перекроют Перемещение В сторону Арбату Тогда Колонна Двигается Вверх До Сатпаева Поворачивает К цели Независимости И там Организовывается Митинг Который Завершается В 22 Часа Вот Такой Сценарий Мы Сейчас Нигде Об этом Не Объявляли Но Наши Колонна Будет Идти По Улице Фурманово И Если Каким-то Образом Полиция Будет Препятствовать Попасть На Арбат Эта Колонна Будет Двигаться По Фурманово До Сатпаева И Митинг Будет Около Стелы Независимости Все Те Кто Собираются Примкнуть В Разные Места Вы Должны Знать Наш Маршрут И Два Сценарий Первый Это На Арбат К Старой Площади На Толеби И Панфилова И Второй Путь Это На Новую Площадь Напротив Акимата Конечно Власть Будет Использовать Разных Так называемых Лидеров Провокаторов Которые Будут Говорить А давай Пойдем Там Налево Или Направо Пытаясь Чтобы Эта Масса Запуталась Но Это Невозможно Потому Что Мы Знаем Два Маршрута Один Мы Идем В сторону Арбата Второй К новой Площади К Стелли Поэтому Даже Если Режим Отключить Интернет Лидеры Ячеек Лидеры Протеста Знают Куда Вести Вы Должны Тоже Сейчас Знать Что Мы Идем На Арбат Если Этот План Нам Полиция Перекрывает Разрушает Мы Идем На Новую Площадь Тем Хуже Для Них Мы Проведем Ускоренную Тренировку 25 Числа В пятницу И так Вот Собственно Каким Образом Мы Организовываем Такого Рода Митинги Мы Выбираем Такие Места Которые Не просто Так Закрыть Мы Выбираем Такое Время Когда Пробки И Мы Организовываем Процесс Таким Образом Чтобы Полиция Не могла Задержать Надо Сопротивляться Не отдавать Наших сторонников Мы Сейчас Формируем Ячейки Чтобы Они Шли Группами На Этот Митинг 20-30 Человек И Чтобы Этих Людей Задержать 20-30 Человек Им Нужно Минимум 50-60 Полицейских Чтобы Они С разных Сторон Окружили Это Нереально Нереально Еще Потому Что 20-30 Человек Идут Еще Идет Масса За ними И Если Мы Окажем Достойное Сопротивление Полиции Просто Не применяя Силы Не давать Возможность Людей Закрыть В автозак Полиция Ничего Не сможет Сделать Более того Чем Быстрее Нас На улицах Страны Будут Участников Больше Десятки Тысяч Тем Быстрее Полиция Перейдет На нашу Сторону Все Экономические Условия Для этого Созданы Итак Мы Нам будет Полиция Мешать На новую Площадь И Сегодня Это нас Будет Несколько Тысяч Через Короткое Время Нас Соберется 50 тысяч Мы Зайдем В кабинеты Акимата Города Алматы И Такой План По всем Областным Центрам По всем Городам В том Числе И в столице В Астане Эта масса Просто Зайдет И займет Акорду Вот Собственно На примере Алматы Я Открыто Озвучиваю Наши планы Они Такие же Планы Как у Беларусов Мы Конечно Же С учетом Того Что Бурные Протесты Массовые Где Выходят Десятки Тысяч Людей В Беларуси Начались Раньше Чем У нас Мы В этом Смысле Учимся У них Мы Видим Как Организовывается Само Общество Как Они Двигаются Действуют Выходят Выходят Со Знаменами С Музыкальными Инструментами Как Они Становятся В сцепку И Не Дают Себя Обидеть Полиции Это Мы Все Каждый День Видим Как Учебный Пример А Теперь С учетом Того Что У нас Есть Ячейки Есть Лидер Ячейк И Мы Более Подготовлены Потому Что Мы Два Года Участв В разных Митингах Мы В состоянии Продемонстрировать Как Нужно Менять Мирным Способом Этот Режим Мы Его Поменяем И Главное Запомните Назарбаев Никто Он Преступник Его Может Арестовать Любой Любая Группа Это Нелегитимный Человек Он Украл Власть У Народа И Он Должен Б Наказан Поэтому Уважаем Друзья 25 Сентября В 19 Часов По Всей Стране Мы Организовываем Митинги 25 Сентября Это Наше Первое Действие Серьезное В этом Году Еще Ряд Волн Ряд Усилий Объединенных Усилий И Мы Сменим Этот Преступный Режим Насултан Назарбаев И Арестуем Его Не бойтесь Это Мы Сделаем Сами Нам Для Этого Не Нужны Никакие Погоны Никакие Звания Мы Источник Власти Мы Народ И Мы Арестуем Того Кто Эту Власть У Украл И Присвоил Двадцать Пятого Сентября Девятна Часов Алга Казахстан